Здравствуйте! Новости на информационном канале Севастополя. В студии Светлана Федодеева. Прямо сейчас в выпуске. Цинк, медь, все это на фруктах, а потом дети наши травимся. Убрали еще один незаконный ларек. Торговля в Севастополе становится цивилизованной. Все у нас получилось замечательно. Педагога наша Татьяна Адольфовна сказала, а ребенок-то, собственно говоря, у вас талант. Звезда Крыма, пятилетняя художница из Севастополя стала лауреатом международного конкурса. Умение общения, успокоить клиента, где-то направить его в нужный русско. Кто занял первое место в Севастополе определили лучшего сотрудника МФЦ. Порядок на улицах и рынках. В ближайшие два месяца работу по вывозу нелегальных ларьков усилят. Собственникам торговых объектов уже раздали около 800 уведомлений. Предприниматели должны либо предоставить документы на право аренды, либо убрать незаконные ларьки и павильоны. В противном случае последует демонтаж. Киоск, который мешал жителям Гагаринского района отдыхать на Зеленой аллее, убрали за 15 минут. Куда делись овощи и фрукты, узнала Марина Кравцова. Его адрес – ни дом и ни улица. Одинокий ларек у дороги не имеет постоянной прописки. Жестяная коробка на газоне стоит незаконно. Увидев телекамеры, продавец овощного ларька поспешила удалиться в надежде, что ничего не произойдет. Но когда подъехал автокран, стали экстренно спасать продукцию. Вот эти ящики с овощами и грибами – все, что удалось вынести. Остальные продукты уедут вместе с ларьком. О том, что на аллее ларек стоит нелегально, собственников объекта предупредили заранее. И время добровольно его убрать было. Но предприниматели понадеялись на авось. И вывозить киоск не стали. Документов не предоставили. Даже сертификатов, подтверждающих качество и происхождение фруктов, нет. А у вас, как у продавца, помощника никаких документов, даже на продукцию? Этот ларек уже 172-й в списке убранных с улиц Севастополя незаконных торговых объектов. Около 70 из них предприниматели вывезли самостоятельно. А вот забрать с мест хранения и заявил желание только один собственник. Чтобы вернуть киоск, владельцам придется оплатить работу по вывозу. Эта сумма может достигать 35 тысяч рублей. Плюс штраф. Притязнять малый бизнес никто не собирается. Еженедельно проводят конкурсы. Предпринимателям предлагают легально и по правилам торговать в установленных местах. И выбрать есть из чего. Для торговли подготовили около 600 площадок. Дополнили форму уведомления, которую мы вручаем, где в конце, так сказать, еще дополнили абзацом информационным по наличию свободных мест на рынках и ярмарках. Потому что я понимаю, что, наверное, удобно здесь вот в районе конечной остановки, так сказать, прямо на газоне торговать. Но у нас есть места, в том числе готовые на рынках и ярмарках, где можно, пожалуйста, осуществлять свою деятельность. Жители домов на улице Маринеска уже готовы сами благоустраивать аллею, вид которой омрачал незаконный киоск. Теперь от этой жести избавились. Ларек стоял на зеленой зоне. Это зеленая зона, это аллея. Мы ее оформляем, не знаю, уже сколько лет, но уже давно. Конечно, нам обидно. Мы уже договорились, что мы здесь будем зеленое насаждение сажать, деревья, потому что должно быть красиво в районе. Поэтому мы за то, чтобы на зеленой зоне не стояло ничего. От незаконных ларьков уже освободили тротуар рядом с рынком «Славянский базар». Раньше, чтобы пройти, здесь приходилось маневрировать между нелегальными ларьками. Сейчас пробираться по гравию и глине. Временные неудобства осталось потерпеть совсем немного. Уже через месяц лучше грязи здесь быть не должно. Дорожки выложат плиткой. Вот она уже подготовлена. А в следующем году эту площадку продолжат благоустраивать. Здесь установят лавочки и урны, высадят деревья и кустарники. И все работы будут согласовывать с жителями ближайших домов. Завершается масштабный ремонт проспекта Остряково. А в ноябре подрядчики должны приступить и к восстановлению дороги дублера. А борьбу с торговцами нелегалами в Ленинском районе собираются усилить. Мы проводим постоянно рейды с сотрудниками полиции. Выявляем лиц, которые незаконно находятся на территории Российской Федерации. Не зарегистрированы в Севастополе. Естественно, не сертифицированы продукты питания, которые могут нести угрозу для ленинцев. Поэтому я думаю, что это первый шаг. У нас есть проблемные объекты и на территории Московского рынка, и возле бывшего Хрюкинского рынка. И славянский базар не мешал бы привести в порядок архитектурный, убеждены жители. Не смотрится неэстетично, мне так кажется. Как-то не так все сделано. Есть же дизайнеры, ландшафтные всякие там. К 2020 году рынки из нагромождения разносортных ларьков должны превратиться в аккуратные торговые объекты в капитальных строениях. Убирались на газонах Марина Кравцова, Мария Буйлова, информационный канал Севастополя. В списке объектов культурного наследия Севастополя порядка 200 архитектурных памятников и 170 жилых домов. На ближайшие 30 лет одним из основных направлений развития города станет приведение его облика к изначальному образу Белокаменного. Подробнее в сюжете Яны Бех. Фасады зданий центральных улиц города под охраной, как объекты культурного наследия. На них запрещено надстраивать конструкции, которые нарушают или закрывают первоначальный внешний вид. Запрещено устанавливать кондиционеры, вывешивать рекламные вывески. Их нельзя даже благоустроить по своему усмотрению. Покрасить – это все-таки ремонтные работы. А ремонтные работы регулируются уже законодательством, как работы по сохранению. Поэтому просто покрасить, просто побелить нельзя. Самый сложный из объектов культурного наследия – это жилые дома. У них нет одного владельца, а следовательно и спросить неского. Весь груз затрат по проектированию и реконструкции ложится на городской бюджет. Репутация Севастополя, как Белокаменного, запятнанной не будет. В течение года специалисты, ответственные за лицо города, планируют привести в порядок более 10 объектов культурного наследия. А до 49-го года реставрационными работами охвачен будет весь город. Это касается жилых домов, которые имеют статус объектов культурного наследия. Их в Севастополе 170. Что же по архитектурным памятникам, которых более 200, то работы уже ведутся. Одним из первых, попавшим под реставрацию, станет матросский клуб. Второй ярус, там, где находятся навершия, башенки такие, они находятся в крайне плачевном состоянии. И в целях безопасности для людей необходимо на этапе предварительных работ провести, наверное, противорийные работы. Основное препятствие на пути к реставрационным работам – отсутствие документации, отображающей первичный вид здания. Для того, чтобы восстанавливать, нужно точно знать, каким был изначальный вид и материалы, из которых здание построено. Отсутствие данной документации приводит к тому, что необходимо жителям, которые проживают, которые снимают, пользуются этими жилыми зданиями, общественными зданиями, административными зданиями, за свой счёт это разрабатывать. Это, конечно, сложно, очень дорогостояще. Подготовка к реставрационным работам идёт полным ходом. В этом году уже выдано 14 заданий, 15 разрешений, столько же согласований научно-проектной документации. В ближайших планах города выяснить, каким будет облик бывшего кинотеатра «Дружба» под вопросом и одно из зданий на улице Нахимова. Яна Бех, Михаил Волобуев, информационный канал Севастополя. 1 ноября в России свой профессиональный праздник отмечают сотрудники Федеральной службы судебных приставов. Праздник учреждён указом президента в 2009 году. По традиции, во всех регионах страны молодые специалисты принимают присягу. В Севастополе церемония прошла в мемориальном комплексе «35-я береговая батарея». О традициях Федеральной службы расскажет Александр Тимофеев. В День судебного пристава России – церемония принятия присяги. В этом году на службу заступают 18 человек. У многих уже есть опыт работы в правоохранительных органах. Однако немало тех, кто пришёл в федеральное ведомство прямо с университетской скамьи. «Предипломную практику я проходила в нашем ленинском отделе, после чего осталось работать. И я сейчас ведущий специалист по алиментам. Мне понравилось это тем, что эта работа связана с тем, что мы помогаем детям, у которых есть нерадивые отцы, которые не платят им алименты, и мы помогаем этим семьям». Профессия пристава сложна. Итоговое решение часто влияет на жизнь человека. Порой бывает нелегко исполнять постановления суда, а поиски нарушителя могут занять месяцы. Сейчас на вооружении Федеральной службы современные технологии. Сведения из разных ведомств можно получить за несколько минут. «Это и банк данных, и электронное взаимодействие, межведомственное взаимодействие с другими органами, как с ГИБДД, с налоговой. Мы уже не получаем, к примеру, от ГИБДД и налоговой исполнительной листы на бумажном носителе. Все идет только чисто в электронном взаимодействии. Точно так же накладываются и запреты, и аресты, определенные действия в электронном виде». Свой профессиональный праздник севастопольские приставы традиционно отмечают в местах боевой славы. В этом году на 35-й береговой батарее. В последнем рубеже второй героической обороны Севастополя. «Здесь бои продолжались до 18 июля. То есть еще две недели здесь дрался несуществующий, или как назначенный несуществующий гарнизон. Дрался там до последней возможности, возможно, там и за крайности. И вы на этом месте принимаете присягу. Для нас это честь. А вам я желаю достойно служить и всего самого хорошего». В завершение церемонии лучшим судебным приставам вручили награды и поощрения. После торжественной части к памятнику героям-защитникам Севастополя возложили венки и цветы. С профессиональным праздником судебных приставов поздравили Александр Тимофеев, Деливер Меджитов, информационный канал Севастополя. Второй раз в Севастополе выбирают лучшего универсального сотрудника многофункционального центра. В прошлом году участница стала лауреатом на федеральном уровне и вошла в пятерку лучших в России. Кто занял первое место в Севастополе в этом году, узнала Юлия Ефремова. За звание лучшего универсального сотрудника МФЦ в этом году боролись 12 девушек. В двух конкурсных этапах успешнее других стала Екатерина Довга. В многофункциональном центре девушка работает больше года. По специальности я психолог, практик и мне хотелось найти место, где я могу реализовывать эти качества, качество и помощи людям, и совершенствовать свои навыки общения. Ну, потому что именно в этом месте, как нигде, к тебе приходят разные категории населения. Теперь она представит Севастополь на федеральном уровне. Знание законов и правовой документации для сотрудника МФЦ – необходимость. Однако качество работы определяют терпение, внимательность и стрессоустойчивость. Конкурс прошел в два этапа – тестирование и творческое выступление. Участие и победа во всероссийском конкурсе, конечно, дает повышение, во-первых, личной самооценки, во-вторых, продвижение по службе «Карьерный рост». То есть мы этих сотрудников берем в кадровый резерв и по возможности повышаем по службе. Наградили призеров в инкерманском офисе «Мои документы». Он победил в номинации «Лучше МФЦ до пяти окон». Второе место в этом конкурсе заняло Балаклавское отделение. Где в Севастополе с комфортом получить услуги многофункционального центра, специально для зрителей информационного канала Севастополя, выясняли Юлия Ефремова и Михаил Влобуев. Художница из Севастополя стала лауреатом международного конкурса «Звезда Крыма». Полине Морозовой всего пять лет, но совсем скоро ее картины представят на персональной выставке в Москве. Подробности истории успеха в материале Юлии Буськовой. Творческий путь Полины начался год назад. Обидеть художника – пустяки. Во дворе тогда еще четырехлетняя девочка в свой адрес услышала, что рисовать она не умеет. Тогда мама Полина предложила ей пойти в художественную студию. Дочка, конечно, была против. Ну как, я пойду, я не умею рисовать, я вообще не умею ничего. Я говорю, ну ничего, научат. Не умеешь – обязательно научат. Вот мы, значит, пришли в тот же день на первое занятие в студии. Она нарисовала свой первый рисунок. Все у нас получилось замечательно. И педагог наша Татьяна Адольфовна сказала, а ребенок-то, собственно говоря, у вас талант. Буквально через месяц занятий в студии Полина стала участвовать в конкурсах. К удивлению самой девочки, одно за одним стала занимать призовые места – региональные и всероссийские этапы. Накануне Полина стала лауреатом международного конкурса «Звезда Крыма». В библиотеке имени Бунина в Москве откроется персональная выставка «Севастопольской художницы». Много конкурса получав Татьяна Адольфовна, вот теперь нам пригласили на перфотонарную выставку делать. Волнуешься? Да. Пейзажи, портреты, натюрморты. Маленькая художница пробует рисовать в разных направлениях и техниках. В художественной студии Полина проводит столько времени, что преподаватель в шутку предложила ей переехать сюда жить. Девочка хотела рисовать даже когда сломала руку. Это была настоящая трагедия для ребенка. Она не могла заниматься любимым делом. Но я Полине рассказала историю про Репина. Когда Репин состарился, у него очень сильный артрит был, и он научился писать левой рукой. Полине предложили, давай научимся с тобой писать левой рукой. Она с удовольствием согласилась, и эти работы выполнены левой рукой. Сейчас вместе с преподавателем они даже работают над книгой «Как стать художником в пять лет». Ее презентуют на персональной выставке в Москве. Однако познакомиться с Полиной и ее работами можно будет и раньше. В Севастопольском детском саду номер 128 14 ноября представят ее картины. Полина будет рада видеть каждого. Юлия Бауськова, Илья Якушев, информационный канал Севастополя. Лучший документальный фильм о работе МЧС в Южном федеральном округе. Журналисты информационного канала Севастополя стали лауреатами межрегионального этапа Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества». Этот масштабный конкурс проводит Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Напомним, ранее на региональном этапе конкурса в номинации «Лучшая информационная радиопрограмма» победу одержали сотрудники проводного радио «Говорит Севастополь» за серию передач, посвященных работе МЧС России. Также в престижной номинации «Лучшее документальное кино» лауреатами стали сотрудники нашего канала – корреспондент Михаил Паутов, оператор Николай Карташов и режиссёр монтажа Александр Макаров. Жюри конкурса «Созвездие мужества» высоко оценила специальный репортаж о ликвидации донной мины вблизи Севастопольской бухты. Этот фильм признали лучшей телевизионной работой о деятельности МЧС в Южном федеральном округе. По условиям конкурса «Созвездие мужества» теперь специальный репортаж примет участие в следующем этапе отбора победителей на федеральном уровне. То есть в Москве фильм информационного канала Севастополя будут оценивать среди других телепроектов со всей страны. Награждение победителей состоится 17 ноября. Во время ноябрьских каникул севастопольцам покажут детские спектакли. Представление проходит в Театре имени Луначарского. О программе, подготовленной для детских каникулах, в следующем сюжете. Для маленьких зрителей у театральной труппы готовы три спектакля. Первый день показа представили «Сто поцелуев принцессы» по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена. Режиссер спектакля Евгений Журавкин в привычный сюжет внес авторские акценты. Например, сказочные поросята многим зрителям напомнят героев из популярной игры «Энгри Бёрдс». Сам же Евгений выступил не только в роли режиссера. Нашего одного поросенка забрали в армию, созрел. И вот, чтобы не заниматься многочисленными водами, я обнарядился в этот костюм и с удовольствием играю. Несмотря на непогоду, желающих посвятить свое утро просмотру спектакля было достаточно. Детям нужно развиваться, и вообще нужно ходить в театр. Мы вообще очень любим спектакли, очень часто ходим в театры. И решили пойти на этот спектакль. Думаю, что очень интересная постановка. По словам постановщиков, все три спектакля получились легкими, веселыми и в то же время поучительными. Посмотреть сказки может каждый. Возрастных ограничений здесь нет. Значит, вы заходите вправо и кричите «Кыш! Кыш! Кыш!» А вы заходите слева и кричите «Брызься! Брызь!» Ну, я пойду вперед и крикну «О!» Вот так, вот так. Зачем? Наши зрители, это все зрители, это даже родители. Потому что в каждой сказке есть такой юмор, который будет понятен не только детям, но и родителям. И родители смотрят с не менее большим удовольствием, чем дети. И очень часто мы слышим смех взрослый, а не детский. Спектакль «Золотая муха» получил приглашение принять участие в федеральной программе «Большие гастроли». Его в театре имени Луначарского представят 2 ноября. Третьего севастопольцам покажут спектакль «Праздник с драконами». Начало каждого в 11 часов утра. Юлия Боуськова, Илья Якушев. Информационный канал Севастополя. 1 ноября по причине неблагоприятных погодных условий прекращено движение пассажирских катеров и паромов. Для проезда с северной стороны и обратно жители и гости города могут воспользоваться услугами автобусных маршрутов. Номер 150 – площадь Захарова, площадь Нахимова. Стоимость проезда 70 рублей. И номер 150А – с площади Захарова до площади Суворова. Стоимость проезда 50 рублей. Департамент транспорта также сообщает, на площадях Нахимова и Захарова работают диспетчеры, у которых можно уточнить актуальное расписание автобусов. И о погоде. С вами была Светлана Федодеева. Оставайтесь на информационном канале Севастополя. Субтитры создавал DimaTorzok